Много разных памятников. Есть даже такие, которые мне сильно не нравятся, но даже их нужно знать в лицо, чтобы понимать, что именно нужно избегать в памятнике, для того, чтобы по итогу ты получил именно такую память, которая создаст это сакральное место на могиле твоего близкого. Этот памятник изготовлен из потрясающего норвежского камня Эмеральд. Глубокий зеленый цвет с яркими переливами и иризацией. Это переливы благодаря наличию в этом камне такого минерала, как лабрадор. Если присмотреться, он дает искажение лучей света в голубой, в бронзовый, в желтоватый и даже серебристый оттенок. Иногда бывает и зеленый. Под разным углом разные оттенки. Под разным углом по-разному мы видим свет. Мне нравится, что в этом памятнике есть простые формы и тем не менее он отличается от многих других. С этого ракурса вы видите, что надгробная плита не плоская, она имеет выгнутую форму. Мне это нравится. Мне нравится, что она изготовлена в двух уровнях. Вот эта вторая надгробная плита примерно на 2,5 сантиметра толще. Это создает объем, это создает игру светотеней, это привлекает внимание к этому памятнику. Мне нравится, как выглядит эта стела. Камень на вертикальной плоскости дает даже большую глубину, чем на горизонте на этих надгробных плитах. Мне нравится, как выглядит этот черный крест на фоне глубокой темной плиты стеллы. Просто крест он однородный, а стеллы справа и слева от креста имеют этот лабрадор, который как бриллианты отражает свет. И благодаря этому крест своей однородности очень сильно выделяется. Но мне не нравится, какой вес и перекос в балансе создает эта балка на стеллах. Как элемент, созданный для того, чтобы на нем отразить надпись и выделить ее, он подходит. Requiem Anternum Dome is Domene. Но как элемент для архитектурного баланса, мне он не нравится. Посмотрите с этого ракурса. Благодаря этой балке стелла выглядит чересчур тяжелой. Я бы хотел, чтобы она была более легковесная. Чтобы балка меньше выступала по краям, чтобы она была, возможно, даже чуть-чуть ниже. И чтобы она даже меньше выступала над плоскостью стеллы. Потому что здесь она выступает примерно на 2,5-3 сантиметра. И это уже слишком много, потому что на таком темном камне мы видим этот выступ благодаря дополнительной тени, которая создается на стелле. Мне не нравится, что вот эти дополнительные постаменты по бокам слева и справа изготовлены не из цельных элементов. Посмотрите, этот шов говорит о том, что это две плиты, которые склеили между собой. Сегодня они стоят. Но пройдет 20 лет, и они расклеются. Возможно, под весом стеллы одна и вторая плита будут зажаты. Скажем, вот эта плита. Потому что... А, две плиты, да. Они будут зажаты. Но, тем не менее, это ненормально. Если у нас есть задача изготовить памятник, который будет стоять веками, то это не подходит. Здесь должна быть одна такая плита. Тем более, это не длинно. Я вообще не понимаю, почему такая ситуация. Они решили сэкономить вот эту вот небольшую работу по фрезеровке, по полировке ниши сзади и спереди. С какой целью это сделано? И что мне нравится, что на большой плоскости этих надгробных плит есть две лампады. Посмотрите, они изготовлены в виде мозаики. Розовая, желтая. Вокруг них много места, много свободного воздуха. И они создают этот необходимый луч света, который будет освещать память для покоившегося здесь человека. Если вы ищете памятник для вашего родного человека, я уверен, вы хотите создать его особенным. Но это не так просто. Именно поэтому мы создали документ, который вы сейчас можете скачать под этим видео, в который мы выложили информацию из нашего более чем 20-летнего опыта работы с камнем, изготовления памятников, их монтажа, а также монтажа строительных изделий из натурального камня. В этом документе вы найдете алгоритм, проследуя которому вам будет действительно понятно и легко создать особенный памятник, который сохранит историю о вашем близком и его вклад в общество. Вы найдете информацию про монтаж и увидите, насколько важен качественный монтаж для долговечности памятника. И я уверен, что этот документ вам поможет найти подрядчика, который реализует вашу задумку и сохранит ваши яркие эмоции о прожитой жизни.